3. Рабби Исраэль Салантер В Западной Европе развивается течение Тора Индерых Эрец, Равина Гирша, а в Восточной – Хасидизм. Но основная тенденция еврейской общины – тенденция к крайнему конформизму, потому что изменяющиеся внешние условия ставят еврея в безвыходное положение так, что у него почти нет выбора – либо отторжение от своей среды, либо капитуляция. И единственным новшеством в этом конформистском традиционном лагере стало движение Кнуад Хамусар, пусть немногочисленное, но до настоящего времени влиятельное. Мусар – еврит, мораль, этика, праведное хорошее поведение. Основатель этого течения – Рабби Исраэль Липкин Салантер из небольшого литовского местечка Салант. Из этой общины вышло несколько значительных духовных лидеров стана противников хасидизма, среди которых он наиболее знаменит. Рабби Исраэль Салантер чувствовал, что конформистское движение страдает косностью, так как основное внимание в нем уделялось ритуальной стороне, в ущерб этической, столь важной в еврействе. Скрупулезно придерживаясь традиции, люди подозревали друг друга в недостаточной преданности. «А может быть он, не дай Бог, сына своего послал в гимназию учиться?» и так далее. С нарастанием этой проблемы ситуация усугублялась, и Рабби Исраэль Салантер решил сбалансировать ритуальную и этическую сторону взаимоотношений в ортодоксальной конформистской общине. Не приняв ни одного формального предложения стать раввином общины или судьей, он действовал в тех больших городских общинах Прибалтики, где сам кризис просвещения, а следовательно и взаимоотношений между евреями, был глубже. Используя свой авторитет ученого человека, Рабби Исраэль Салантер разъезжает из одной общины в другую для того, чтобы поднять уровень их еврейской жизни. Как-то его пригласили в одну из полураспавшихся парижских общин. Поезд из Литвы шел долго, через всю Европу. Своё выступление перед евреями той общины он начал примерно так. Когда меня попросили приехать в Париж, я подумал, что там с еврейской точки зрения тяжелое положение. Но, быть может, мне удастся повлиять в хорошем направлении на значительную часть парижских евреев. Чем дальше шел поезд, тем меньше я был уверен в себе. «Может быть, на большинство мне и не удастся повлиять, но зато на остальных». Подъезжая к французской границе, я решил так. «Трудно надеяться, что мне удастся повлиять на многих. Но, может быть, хоть на одного человека удастся мне воздействовать». Сейчас, когда я стою перед вами, я думаю, что если я смогу повлиять на одного человека и этим человеком окажусь я, то и это будет большим достижением. Перед нами человек, мыслящий весьма реально, ни на что не закрывающий глаза, прекрасно оценивающий ситуацию и вместе с тем абсолютный идеалист. Потому что все способности, талант, знания, самоотверженность он посвятил не личной карьере, которую вполне успешно мог сделать в любой общине, а отдал еврейскому народу. Его забота буквально о каждом еврее выразилась в одном из самых патетических рассказов еврейского фольклора. Раби Исраэль Салантер странствовал всю жизнь. Уже больным, возвращаясь на родину, он остановился на каком-то еврейском постоялом дворе в Кенигсберге. Он почувствовал, что умирает. В доме не было других постояльцев, только служанка, которая позже рассказала о последних минутах его жизни. Поняв, что эта молоденькая девушка никогда не присутствовала при смерти и страшно боится, он стал ее убеждать, что мертвый человек – это вовсе не ужасно. Просто лежит тело, которое надо поскорее предать земле. Постепенно он ее успокоил, отвернулся лицом к стене и умер. На вопрос, оставил ли Раби какое-то духовное завещание, она ответила, что этот успокоительный разговор был для него последним.